Добрый день, коллеги! Давайте проверим нашу с вами связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Елена, доброе утро! Владимир, доброе утро! Отлично, звук присутствует. Картинка тоже хорошая. Калининград, доброе утро! Интересно, у нас Казахстан есть? Земляки, отзовитесь, откликнитесь. Есть ли у нас сегодня Казахстан? Напишите города, которые у нас сегодня присутствуют из Казахстана. Здравствуйте, Юрий, Сергей, Лариса, Виталий, Киров. Очень рад вас видеть, Киров. Омск. Обожаю город Омск. Прекрасный город. Роман, доброе утро! Нижний Мэрмы. Владимир, тоже доброе утро! Ну что же, вижу, что у всех настроение бодрое. Утренняя неделя у нас удалась довольно-таки хорошая. По крайней мере, для меня удалось прилично заработать. Конечно, пришлось набраться терпения и подождать. Но один день, в принципе, стоил того, чтобы можно было около полутора недель находиться в ожидании. Итак, коллеги, что же у нас сегодня? Сегодня в экономическом календаре у нас с вами особо каких-то таких новостного фона не присутствует. Ну а завтра, завтра у нас с вами будет интересный день. Потому что завтра у нас с вами в 15.45 по Москве решение ЕЦБ по процентной ставке и решение ЕЦБ по депозитной ставке. Прошлый год, 3 декабря, если кто-то помнит, этот день 4 тысячи пунктов евро-доллар у нас пролетел в течение нескольких часов. Поэтому завтра день у нас будет с вами насыщенный. Также завтра в 16.30 будут публиковаться перевычные заявки по пособию безработицы. Число повторных заявок на пособие по безработице. Далее у нас с вами будет пресс-конференция и комментарии ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Завтра день будет довольно насыщен. Владивосток. Доброе утро, Владивосток. Ну что же, это у нас с вами фундаментальный анализ. Я все-таки в своем большинстве технарь. И посмотрим с точки зрения технического анализа, а точнее теории Доу, волновой теории Эллиота и паттернов Гарольда Гартли и уровень поддержки сопротивления Ларри Писовета, так называемые уровни Фибоначчи. Посмотрим с точки зрения на рынок. И как всегда, по традиции мы с вами начинаем обзор с евро-доллара. Начнем мы его даже, наверное, с недельки, с недельного графика. На недельном графике у нас 27-го, 11-го был сигнал на рост евро-доллара. На дневном графике на вчерашнем дне у нас с вами появился сигнал. И это нам говорит о том, что поддержка на уровне 0,7 на сегодняшний день для нас актуальна. Если мы устоим в течение сегодняшнего и, конечно же, завтрашнего дня, потому что завтра будет очень серьезный, сильный новостной фон, будут ли какие-то изменения или нет, этого мы предвидеть не можем с вами. Но будем работать с точки зрения технического анализа, потому что все-таки для меня именно фундаментальный анализ – это лишь показатель силы движения, но никак не направление движения. Потому что бывает такое, что фундаментальный анализ отрабатывает, бывает, что не отрабатывает. Но вероятность, процент вероятности волнового анализа теории до цикличности теории, он намного выше до 95% вероятности прогнозирования изменения цен. Поэтому все-таки я буду придерживаться той стратегии, которую я использую на протяжении последних шести лет. Итак, на четырехчасовом графике мы находимся с вами выше уровня поддержки 0,7-0,77. Возможно ли еще снижение ниже? Да, возможно. Мы видим с вами на 30 минутах, что у нас с вами натянулся уровень Фибоначчи, он у нас равен с вами всего 34. Как мы знаем, по волновому анализу нам хотя бы нужно 38,2. Соответственно, если мы с вами перепроверим ручками все это дело, то у нас есть с вами вероятность снижения в район отметки 0,6-844. Это касаемо евро-доллара. Посмотрим мы на него со всех сторон. Посмотрим на 15 минутах. На 15 минутах у нас с вами сформировалась скрытая дивергенция, что тоже, возможно, говорит нам о том, что будет еще небольшое движение вниз. Нужен активный уровень, активный 38,2. То есть, когда он у нас станет красного цвета, и дай бог мы там на нем остановимся, то тогда, конечно же, от него уже будем отталкиваться дальше. На сегодняшний день по евро-доллару я не планирую совершать совершенно никаких торговых операций. Сделки, которые были открыты на днях, вчера были зафиксированы. Закрылся я 2000 пунктов, входил 9 лотами. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день я не планирую ничего совершать по евро-доллару. Опять же, повторюсь, почему? Потому что у нас с вами завтра процентная ставка ЕЦБ. Если мы взглянем с вами на 5 минут, то здесь, в принципе, картина тоже нам говорит о том, что возможно снижение в район отметки 06.844. Это что касается евро-доллара. Так как мы с вами, согласно Эллиоту, всегда работаем в направлении импульса, здесь явный импульс, явно выраженный импульс, который мы с вами наблюдали вчера-позавчера. Также очень сильный наклон, градус наклона у этого импульса, поэтому большая вероятность все-таки того, что возможно мы придем сюда, и отсюда уже мы пойдем далее обновлять максимумы. Также, согласно циклическому анализу, максимум у нас с вами планировался 7-го числа, мы сделали его 6-го. Поэтому пока есть смысл все-таки переждать, переждать, по крайней мере, денек, подождать до завтрашнего дня, чтобы уже более какая-то конкретная картинка появилась, потому что на данный момент здесь не присутствует ничего, кроме импульсного движения, нет никаких фигур продолжения разворота тренда. Опять же, коррекционное движение у нас с вами еще от вчерашнего импульса не закончено, поэтому на сегодняшний день я не вижу здесь каких-то точек входа. Возможно, среди дня что-то появится, но пока с утра здесь я ничего не вижу. Скорее всего, вероятно, то, что мы все-таки сходим на отметку 06.844 в течение дня, соответственно, получим активный уровень Fibonacci 38.2. Если появятся какие-то дополнительные сигналы, то я буду покупать. Опять же, скорее всего, все-таки сегодня я делать ничего не буду, потому что завтрашний день будет очень насыщенным, поэтому я все-таки пережду, чего и вам советую, потому что новостной фон завтра у нас будет с вами довольно-таки серьезный. Давайте взглянем с вами на индекс доллара. По индексу доллара, в принципе, картинка у нас та же самая. Немного мы ушли в консолидацию, импульс был в шорт, соответственно, евро-доллар был у нас в байс, сейчас у нас с вами формируется вторая волна от импульса, коррекционная волна, и по индексу доллара мы должны с вами продолжить снижение. Соответственно, это вызовет укрепление евро-доллара, потому что мы с вами помним, что между индексом доллара и евро-доллара присутствует корреляция, да, это зеркалка, зеркальное отражение. На 30 минутах на индексы доллара нам, в принципе, сейчас, на данный момент времени ничего не говорит о том, что мы собираемся наверх. Также уровень наклона предыдущей волны, градус наклона очень сильный, поэтому, в принципе, большая вероятность того, что индекс доллара продолжит снижение. Соответственно, индекс доллара продолжает снижение. На 15 минут у нас с вами активный уровень Фибоначчи 447, так называемый уровень 50% восстановления от падения. Восстановление сделали, и, скорее всего, все-таки индекс доллара у нас продолжит снижение. Соответственно, евро-доллар нацелится на дальнейший рост. Так, что у нас происходит с вами с иеной? Последняя коррекционная волна на индексе доллара. И в импульсы пойдем. Последняя коррекционная волна на индексе доллара. Так, ну, смотрите. Индекс доллара. Если мы с вами... То, что мы отработали с вами голову и плечи, это раз, мы ее отработали. Фигура разворотная говорит о смене тренда, локального тренда восходящего. У нас с вами есть. Если мы с вами посмотрим на более мелкий таймфрейм. Раз, два, три. Еще можем сделать чуток наверх. Возможно, на уровень 618. И потом будет заход вниз. Также скрытая конвергенция говорит о желании еще сходить наверх. Возможно, мы хотим с вами подтестировать наше с вами пробитие, да? Подтвердить пробитие головы и плечи. Такой вариант возможен. Но опять же, если мы с вами посмотрим по уровню Фибоначчи, Фибоначчи 618 будет у нас с вами на отметке 190. Уровень 50. Немного здесь. Стандартный Фибоначчи у нас с вами подшучивает. То есть, уровень 50 уже присутствует. Уровень 50 уже присутствует. Поэтому, скорее всего, опять же, если что-то произойдет, то все будет самое интересное происходить завтра на публикации процентных ставок. Поэтому, в любом случае, на сегодняшний день я просто буду сидеть на заборе и наблюдать, что будет происходить. Возможно, мы пойдем здесь потопчемся в течение дня. Постоим-постоим. Ну, а завтра, конечно же, будет сильное движение. После коррекционного движения последует, как обычно, импульс. И в любом случае, желательно работать в направлении импульса. Так как направление импульса у нас с вами нисходящее, поэтому мы будем искать моменты точки входа все-таки в продажу. Что касается индекса доллара. И на евро-долларе будем искать возможные точки входа в покупку, потому что все-таки здесь у нас идет начало третьей волны. Здесь первая, здесь сложная коррекция вторая. И сейчас у нас с вами началась третья. Самая аппетитная, самая вкусная волна. Самая длинная по продолжительности и по расстоянию. Как же золото? Ордер до сих пор открыт. Да, ордер до сих пор открыт, Владимир. Ордер до сих пор открыт. И открыты их даже два. Золото ждет своего часа, так сказать. Как только мы с вами преодолеваем трендовую линию, трендовую линию, мы с вами начинаем расти. То есть, возможно, еще пониже спустимся. Один, два, три. Это у нас четыре идет. Возможно, будет еще заходик вниз. Пятый, последний. И потом все-таки мы начнем. Если мы посмотрим на него с точки зрения, то здесь сейчас у нас с вами идет очень сильный уровень поддержки. Очень сильный. Плюс на четырехчасовом у нас с вами присутствует конвергенция. Она у нас с вами появилась еще первого двенадцатого. Что у нас с вами здесь еще есть по золоту? По золоту уровень Fibonacci. Наша с вами поддержка на 1168-635 еще до сих пор актуальна. Если мы посмотрим с линейного графика, то мы в данный момент как раз сейчас находимся на ней. Не выше, не ниже. То есть, уровень достаточно сильный. Уровень достаточно сильный. Плюс у нас есть додж. Возможно, снижение, но к отметке 1140-515. Туда за этот уровень я поставил стоп-лоссы и нахожусь в ожидании. Скорее всего, вариант с золотом тоже будет развязка событий завтра. Минимум мы с вами обновили. Обновили мы его дважды. Было касание раз, было касание два. То есть, довольно-таки сильный уровень. Довольно сильный уровень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Скорее всего, это был последний заход. Если мы его все-таки перерисуем пониже, то есть, изменим уровень наклона волны, сделаем градус поменьше. Возможен такой вариант, но не ниже отметки 1140-515. Это что касается золота. Британец. Британец я не торгую, но вчера по просьбе коллеги, так сказать, мы на него взглянули. То есть, что касается золота, значит, вердикт у нас остается прежним. Возможно, снижение к отметке 1140-515, и там уже будет остановка. Возможно, начнем рост отсюда. Опять же, скорее всего, это будет завтра. С нефтью. С нефтью у нас картина просто замечательная. Был последний импульс, пятая волна, на отметке 53. И сейчас мы собираемся все-таки снижаться. Плюс на H1 у нас с вами присутствует Медвежья модель для снижения по нефти на H4. Медвежья модель. Сигнал присутствует. Дневной график. Медвежья модель. То есть, для нефти похоже, что оптимизм закончен. Так, если мы посмотрим ABC. Да, похоже, что все. С нефтью похоже, что все. Собираемся, так сказать, в долгосрочный путь к снижению, к отметке 27 и ниже. Индекс доллара сходит вниз, то и золото может будет закрыть до Марио Драги. В принципе, как хотите, но я придерживаюсь такого мнения, то есть, конкретно моя стратегия, если я поставил уровень стоп-лосс, я их не двигаю. Закроюсь по стопам, значит, закроюсь по стопам. Нет, значит, будет импульс в нашем направлении, перейду в безубыток и, соответственно, заберу все сливки. Сработают стопы, зайду еще раз. То есть, это конкретно то, что думаю я, то, что делаю я. Будете вы делать так или нет, конечно же, это ваше усмотрение. Это усмотрение каждого. Опирайтесь не только конкретно на мои рекомендации. То есть, в данный момент я вам даже ничего не рекомендую, я просто торгую. Торгую вместе с вами. Что будете делать вы, я не знаю. Что касается иены. На иене у нас с вами сейчас формируется медвежий треугольник. Ждем выхода из треугольника. По иене также сделки открыты. Сделки открыты на продажу. Уровни профита стоят на отметке 110,926. Первая будет вот так даже сделаем. Первая цель. Вторая цель. Ну и третья, конечная на 110,902. Соответственно, если мы с вами еще перепроверим это с помощью Фибоначчи, то ближайшая отметка должна быть на 109,631. Там у нас с вами находится уровень Фибоначчи 38,2. Поэтому я думаю, что на 110,902 мы все-таки сходим. Здесь у нас потом сформируется крыло бабочки. Левое крыло есть, сформируется правое. И будем искать возможность входить в длинную по иене на продолжение ростом. Но коррекция нам нужна. Коррекция нам нужна. Это что касается доллара и иены. Так, фунт. Давайте посмотрим фунт. Вчера вроде как он у нас хотел поцелиться. Что с ним происходит сейчас? Даже не знаю, даже не заглядывал. Так, где ты? Оп, интересно, замечательно. Отлично. То есть, вчера ждали сел. Не помню, кто-то у меня как раз вчера фунт спрашивал, присутствует ли он сегодня у нас на обзоре или нет, я не знаю. Но вчера этот человек вставал в короткую по фунту и сегодня уже находится в довольно-таки симпатичном профите. На тысячу пунктов по крайней мере есть. То есть, ситуация с фунтом. H1 у нас есть сигнал. Владимир, да? Это у нас был Владимир. Отлично, Владимир, поздравляю. Переходим в безубыток. Либо фиксируем. Так. H1 у нас с вами медвежья модель. Разворотная модель. H4 Так. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, скорее всего, здесь все закончено. Это было коррекционное движение. Это импульс первый, это импульс второй, вторая волна, третья волна, четвертая волна. И сейчас нас ждет Аллилуйя. Это что касается фунта. На H4 у нас с вами присутствует сигнал. Сигнал на продажу. На дневном графике. Так, H4 сигнал есть. H1 модель медвежья. Тридцать минут. Так, тридцать минут. Хорошо, сделаем по-другому. Делаем вот так. 24,636 возможное снижение. Плюс здесь у нас будет с вами идти трендовая линия поддержки. Если мы с вами перепроверим треугольник. Треугольник. Кстати, сегодня будет как раз эта тема на занятии базового курса 1 сразу же, через час после нашего с вами обзора. Практически треугольник мы отработали. Еще есть возможность сходить повыше. На 28,855. Даже выше. Так, хорошо. Если у нас с вами сопротивление 27,713 устоит, тогда идем ниже. Если пробиваем, идем на 1,29173. Идем на 1,29173. 32. Так, что здесь у нас может? Опять же, 38,2. Возможно, чуть пониже. На 26,266 там, конечно, лучше прикрыть нашу с вами продажу. Либо на свой страх и риск остаться по крайней мере в безубытке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. возможен заход наверх, возможно, его не будет. Сказать очень сложно. 15 минут у нас с вами сформировалась бычья модель на рост, на продолжение роста по фунту. Соответственно, есть большая вероятность того, что будет все-таки заход наверх. Поэтому, если бы я стоял сейчас в короткую по фунту, я бы в любом случае зафиксировал прибыль, дождался завтрашнего дня публикации ставок и потом что-то бы еще делал. Это лично вот такое мое мнение, что касается фунта. То есть, сейчас ситуация такая не совсем определенная. Если пробьем уровень 26.266, тогда пойдем ниже. То есть, если уходим ниже, тогда идем на где-то 25. Туда, в ту сторону. Если это А, это В, С, Д, Е, тогда мы сделаем расширяющийся треугольник. Да, возможно, вот такая картина может быть. Это, что касается у нас фунта. Опять же, могу ошибаться, потому что редко я его смотрю. Но коррекция должна быть. Если H1, так, может быть даже снижение в район 23.600. Возможно, вот это у нас было левое плечо. Если мы сделаем вот так, было левое плечо, вот это может быть голова, еще один заход вниз, даже в район 25, возможно, потом заход наверх, то есть формируем голову плечи. Пока здесь я не вижу никаких фигур, ни разворота, ни продолжения тренда, кроме вот этого треугольника. Треугольник мы, возможно, уже отработали, возможно, еще пойдем на 1.29.173. Опять же, нужно ждать завтрашний день. Пока ситуация по фунту для меня неопределенная. Это что касается фунта. Сигнал H4 есть. И все. Так, уровень Фибоначчи соответственно. Есть еще у него запас для продолжения. Потому что пятая волна, она может быть усложненной. Если это была первая, это вторая, это третья, в пятый. Сейчас сюда, потом заход наверх, потом опять вниз и пойдет еще один импульс наверх. То есть, вот такой вот вариант. Смотреть на сопротивление 127.713 и на поддержку 126.266. внутри вот этого квадрата сейчас я вставлю фигурку я бы ничего не делал. То есть, сейчас уже, на мой взгляд, что-то делать поздно. Вчера, да, вчера можно было тот, кто успел, тот молодец, но что-то делать сегодня, сейчас я бы на свой взгляд ничего не стал. Если пробиваем 38.2, можно поцелиться, взять чуть-чуть немного пунктов 1300. Если пробиваем сопротивление 127.713, тогда можно встать длинную на отметку 28.928 и взять тоже приблизительно такое же количество 1178 пунктов. это второй вариант. Третий вариант с коротким стопом. С коротким стопом. Если у нас здесь с вами в течение дня будет активный уровень 38.2, если мы здесь чуток постоим в течение дня, даже если до завтрашнего дня, на публикации либо после публикации ставок можно будет стать длинную, при этом стоп выставлять совсем короткий, где-то пунктов на 300 ниже. То есть риски большие. Все-таки возможно пятиволновка закончилась. Но опять же, если евро у нас продолжит расти, соответственно согласно индексу доллара, доллар падает по отношению ко всем валютам, соответственно фунт у нас должен еще расти. Вот такая вот ситуация по фунту. Так, в принципе ситуацию разобрали, если кто-то не успел, либо все было слишком быстро, я сейчас буквально в течение нескольких минут выложу все на YouTube канал, на наш канал компании Альпари и вы можете еще раз там в течение дня пробежаться посмотреть, если где-то что-то пропустили. Ну а на сегодня наш с вами обзор закончен, тейк отработал, отлично Владимир, я вас поздравляю, отлично и если есть желающие, жду вас на базовый курс, который будет в 8.30 по Москве, как раз будем разбирать техническую картинку, именно фигуру разворота, продолжения тренда, возможно кто-то сможет так сказать вспомнить старое забытое, кто-то получит новые знания, в любом случае лишним не будет. Ну что же, всем до свидания, всем спасибо за присутствие, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok